ПЕСНЯ 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 Никому, кроме старшего сына, не показывала. Ему и Роксане, моей дочери. Знаний. Дай мне эти цитратки. Ну, я давала ему читать, но так из рук в руки. Потому что есть какие-то сокровища, которые являются частью твоей жизни. Которые для себя настолько дороги, что они становятся почти неприкосновенными. Ну, вот вы как-то усмотрели у меня в доме эти цитратки. Приходится об этом говорить. Дело в том, что я начала работать в 14 лет. ПЕСНЯ 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 И моих стремлений я придумала, что каждая вновь пришедшая в нашу маленькую комнату, ее почему-то называли камера, нас было там 7 или 8 человек в самом центре города. Я в первую очередь спрашивала, не надо плакать, скажите, кто вы. Если женщина отвечала, что она работает в институте Менделеева, я ей говорила, пожалуй, до конца устроила своеобразный театр одного актера. Я же должна была не распускать своей воли и должна была учиться дальше. Основный, мне кажется, успех имела сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Причем, когда за невестою своей королевище лисей между тем по свету скачет, нет как нет, он горько плачет. Там есть момент, когда, наконец, он увидел, как во тьме печальной гроб качается хрустальный королевич Елисей, как он поцеловал мертвую царевну, ах, и зарыдали оба. В руки он ее берет и на свет из тьмы несет. Нет, Израиль Акачу Вейцель совсем не был похож на королевича Елисея. Но почему-то, доходя до этого места, я каждый раз думала, но ведь это же будет, ведь он же меня разыщет. А я не знала, кто в тот же день, когда и я, был арестован и он, потому что я его утром еще видела, а потом, днем, значит, была арестована и я. И, конечно, я с ним никогда больше не встретилась. Но радость от того, что я могла людей, которые были в таком же горе, как и я, приносить радость словами Пушкина или Грибоедова, она помогала мне верить, что наступит день, когда я смогу сесть за парту и в графе образования написать, если уж не высшее, то среднее. Ну, я, конечно, все время писала письма, что я ни в чем не виновата, что я даже не понимаю, зачем я должна находиться в этих таких далеких местах, когда я хочу, я могу быть полезной. Что у меня остались Роксана и Адриан, что у меня осталась мама. У мамы на могиле я написала, ты мне дала жизнь дважды. Потому что моя мама разыскала меня и после очень тяжелой болезни, когда у меня половина туловища была парализована. Но каким-то странным интуитивным чувством она меня нашла. Это было в Сибири. И она должна была пойти через реку. Так ей кто-то недосказанно говорил, где нахожусь в то время я. Я после болезни там в больнице была такая. И когда мама переходила реку, это была весна, она несла большой чемодан с продуктами, река тронулась. Мама плыла на ледине, но она все-таки доплыла, нашла меня. И вдруг я стала богаче всех царей и миллионеров. Мама принесла мне чемодан с продуктами. А после перенесенной болезни это для меня было очень важно. Ну, я в разных местах была, и об этом не стоит говорить. Это не так уж интересно. Я везде работала. Работала с пользой. А потом я сейчас же начала там ставить спектакли. Без преданницы, без вины виноватые. Но вот именно в тех лагерях я особенно много писала. И вот я писала. О чем я писала? Мне вернули эти тетради. Я за это бесконечно благодарна. Вот тут шесть тетрадей писала я мелким почерком, потому что я понимала, что это огромная ценность иметь право писать и читать и быть одной. Ой, мысли тяжелые. Ну, а зачем на них сосредотачиваться? Раз я не могу ничего изменить, значит, я должна воспользоваться тем, что есть. Вы скажите ему, что я его очень прошел. Я знаю, что он уезжает, чтобы он мне уделил 10 минут. А вы позвоните сейчас. Спасибо большое. Хорошо, что вы пришли. Пожалуйста, садитесь. У меня сейчас спирка. Пожалуйста, я к вам. Ну, сделайте. Оля, будет сейчас звонить Эрмана из художественного театра. Меня сразу соединяйте. Прямо, чтобы не было, прерывайте. Так, друзья, мы, значит, собрались сегодня для того, чтобы взглянуть на эскизы к спектаклю «Время тает снега». Спектакль, который мы готовим к 70-летию, к которому мы относимся с трепетным желанием сделать его как можно лучше. Значит, мы попытались все это сделать воздушней, пространственней. Я избавился от симметрично расположенных, как кулисы, гор. Вообще, по-моему, в этой картине симметрия – это абсолютный бич. Вот эти горы можно сделать по принципу жалюзи, когда они вдруг вырастают из-за этих станков скал. Я перечитала раз 10 это произведение. Я его играла на рояле, я его читала. И сегодня, даже перед встречей с вами, еще раз заряжалась этой музыкой. И вот это такое интересное второплановое решение символа происходящего. Как борьбы зла страшного шамана с скорбью угнетенного дикого народа. То есть я представляла это гораздо более живым и действующим. Вот эти маски для меня никак с идолами не ассоциируются. Это я не понимаю, что это. Это елка или что это. Я не понимаю этого. Это я тоже не понимаю. Это маска смеющегося и плачущего актера. Это тоже я не понимаю, что это. А мне хотелось, чтобы вот эта вот заявка на борьбу двух сил, шаманство, вечное стремление пугать народ и таким образом держать его. И тогда вот эта скала. И вот в этом я нашла для себя радость постановочного плана. То есть надо обострить символы противостояния. Естественно. Это, конечно, более выразительно. Я не знаю, товарищи, может быть, я заблуждаюсь. Может, я, как всегда, увлекаюсь. Это интересно. И кроме того, кстати говоря, и вопрос симметрии сразу решается, потому что это сейчас они просто стоят вот так вот и создают симметрию. А тут возникнет прямо противоположная пластика. Давайте попробуем срочно это. Как дело с движением с мёртвой точки? Это его знак. Рыцарский знак его. А ты эту пластинку все заводишь, Робин Гуда? Завожу. А какая-то песенка? В деревне парень был рожден, но в день, когда родился, он в календаре не занесен. Кому был нужен Робин? Когда я уезжала в Данию, то мне Артюша подарил эту божью коровку, он ее сам взял. Тут написано «Дорогой Наташи» от Арсения. Ему даже «Дорогой». Ну а че ж даже? Разве ты меня не любишь? Люблю. Ну да почему ж? Почему ж ты не можешь мне написать «Дорогой»? Арсений пришел ко мне и показывает. Наташа, ты видишь, у меня красная звезда? Я говорю, да. Я встал октябренок. Я говорю, я очень рада, я тебя поздравляю, Арсений. Очень хорошо. Потом через несколько дней он приходит, а я пришла с приема, у меня была «Золотая звезда» героя. Он говорит, так ты тоже октябренок? Я говорю, ну да, что-то вроде этого. Потом прошло еще два дня, приходит Арсений с красной звездой и говорит, Наташа, давай меня. Я говорю, нет, все. Ну, вообще, это, по-моему, единственное исключество, которое меня в копейку не ставит. То есть, нет, он вообще гордится. Кто-то говорит, если Натальична сможет, он поворачивается и говорит, Наташа все сможет, если захочет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие зрители! Вы рады верить вас в нашем театре! Открытие нового звезда! Здравствуйте! Это наше представление! Я матрешка. В руках у меня ложки. Я поздравляю всех, всех, всех! Спасибо! Сегодня в нашем детском музыкальном театре открытие нового сезона! А я клоун Билли в дом. Шлю ребятам, ой, поклоун! Приглашаем всех, всех, всех! Покрытие! 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 У кого есть привет, наше представление, наше представление. Увидите вы сказ, новых встретите друзей. Здравствуйте! Здравствуйте! Знаешь, как зовут? Все это Маташа. Я тут самый главный Матальса. Слышите? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, что все мечты сбываются, товарищи, если очень сильно захотеть. Мне удавалось увлекать своей верой и твердой надеждой, что в советском государстве все то, что задумано во имя большой, хорошей, настоящей цели, найдет поддержку. Мне удалось найти эту поддержку. Вы верите в свое дело. Вы вот меня заставили сейчас разговаривать, когда мне нужно как можно больше молчать. В таких случаях нам приходится что-то делать. Вот дай бог, чтобы вы сейчас от меня ушли и уже не догонали меня за сегодняшний день. Жито будет хорошо. Он приносил нам бюллетель, когда бывали елочные каникулы, потому что он хотел под Дед Морозить. Из него получался хороший Дед Мороз. И чем получать свое жалование, так лучше под Дед Морозить 30 раз и получить три жалования. Но ведь от этого театр не должен страдать. Все-таки надо же уважать то место, где ты находишься. Некоторые на меня обижаются. Вот когда начал художественный театр прихрамывать, когда главные артисты перестали играть в народных сценах. А народная сцена для советского театра – это очень важный момент. И у нас в театре нет хора. У нас наши солисты должны играть и большие роли, и маленькие роли. И всюду звучать одинаково. И никаких отпрашиваний. Мы не можем делать этого, потому что оно нарушается главное – коллективизм, ансамблевость. Надо продолжать выращивать репертуар, выращивать артистов, которые умеют двигаться и говорить, и одновременно бегать, 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 бегать. И верить, что ты найдешь. И я все бегаю, и все ищу, ищу. И не надо шуметь. Форты есть, форты, но это не шум. Пожалуйста, еще раз. Спасибо большое за свободу. Пожалуйста, следующее. Только если мы вас прервем, не обижайтесь. Потому что, когда для нас ясны вы, само произведение мы, конечно, знаем, тогда, значит, мы вас не будем больше затруднять. Пожалуйста. Простите, вы на каком языке пели? На русском. Да? А я ни одного слова не разобралась. Я думаю, может, это какого-нибудь из языков, которого я не знаю. Дикция – это очень важно. Пожалуйста, следующая вещь. Спойте так, чтобы я поняла, что это за язык. Вам надо стать более гибкой, более мягкой, более коварной. Так вот, вы к показу подумайте об этом. До свидания. Спасибо. Пожалуйста, следующее. Ну и что? Ну и что? Сколько попадает пустых лотерейных билетов на один выигрышный? Ниша, Ниша, помилование для верхних нот тебе пришло. Верхних нот не бери. У тебя есть еще какой-нибудь интимный романс или что-нибудь еще? А ты что, кончаешь воинскую службу? Ну, осенью. Ну, хорошо. Но ты стал петь более как нормальный. Спасибо. В позапрошлом году ты орал так, что я хотела тебя назначить на базар. Ну, что-нибудь у тебя есть такой интимный романс какой-нибудь, который не требует голоса, а требует твоей выразительности? Коврадосию мне есть. Ну, давай коврадосию. Ну, немножко, подождите, товарищ. Нет, нет, этот парень меня интересует. Но только, чтобы у тебя была выразительность. Только не ори. Ну, пожалуйста. Звезды ярко горели, Ночь дышала прохладой, Дверь тихо отворилась. Услышал я шелест одежды, Вошла она сияя. И на грудь не упала. О, сладкие воспоминанья, О, где вы ласки, Объятья изгласные, Как быстрый солнце быстро влог, Исчезла, Мой частный сад, И вот я умираю. Наталья Лису запоет. Хорошо, я запоел за тебя. Сыграйте мне какую-нибудь танцевальную музыку. А у меня есть магнитофон. Ну, давай, магнитофон ставь. Да, да, это артист. Он понимает, что он поет. У него есть смысл. Позапрошлый год он орал, как дикий. А сейчас он поет нормально. Но что у него есть артистичность. Это для меня не менее важно, чем голос. А когда люди стоят, как дылды, И не поймешь, что они поют. То ли она русская, То ли она итальянка, То ли она страдает, То ли она любит. Я не могу это увидеть совершенно. У нас театр. Пожалуйста. Ну, давай. Дерни. Снимайте его. Дерни. Поехали. Я не могу это увидеть. Я не могу это увидеть. А-да-да. Я не могу это увидеть. Да, я не могу это увидеть. Ну чё ж там все гроботические, давай. Вот, вот, вот. Мне нужно для следующей постановки. Давай мне. Элевацию и баллон. Давай. Ну хватит, ладно. Спасибо. Не пой по три концерта сейчас. Дурья голова. Я солдат пригазан. Ну тут уже кто? Генерал или еще пока офицер? Я сам высоко звание варю. Какое? Рядовой. Ну молодец. Ну хорошо. А когда ты кончаешь свое воинское образование? Сто двадцать пять дней осталось до приказа. Ага. Ну как, никаких нарушений у тебя нет? Нет, только военные там некоторые. Ну а что военные? А какие военные? Ну там от лучки самовольные. Что-что? От лучки самовольные. Но. Они все покрываются благодарностями за концерты, за бригады. Это нехорошо. Я тебя прошу. Я тебя прошу. Ты ведь не забывай, если тебя возьмешь, тебя же прописывать надо. А в Москве с самовольными отлучками не прописывать. Он все же мы смертные, все допускаем ошибки. Он архистров. Так, Миша, разговаривай почтительно. Представь себе, что ты рядовой, а я, скажем, ефрейтор. Так разговаривай со мной в таком-то. Я не люблю, когда ты разбалтываешься. Я же через доверительный, Миша, технические вопросы потом выяснился. Сейчас в принципе надо... Ну хорошо, зацепляйся и не разменивайся никак, не в личной жизни. Не пьешь? Нет. В этом я не страдаю. Никогда не страдал никуда. Не страдаю? Ну хорошо. Ну ладно, все. Ничего, сегодня впечатление более-менее благоприятное, как я вижу по лицам комиссии. Я-то одна, ты понимаешь, не могу. Коллективизм. Ну я на всех смотрю. Видишь, даже сама Свергилова улыбается. Ну хорошо, все. Сверху. Звучит. Сверху. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я не могу, правда, у меня голова кружится сразу. Я не могу впить вообще. Это когда будет? Через сколько дней? В 27-го, через 8 дней. Ну, так за 8 дней ты поправишься. Молодая, красивая девушка. Ты вот не расслабляйся, чересчур. Я не смогу просто петь, например. Я не смогу. А у меня такое впечатление, что ты вообще не любишь петь. Ты знаешь, дирижер показывает вступление в оркестру, и скрипач мурчится. Потом он показывает кульминационный пункт, и скрипач мурчится. В конце дирижер подходит и спрашивает, скажите, пожалуйста, я плохо показываю? Нет. Вам нравится музыка? Нет. А что же вы можете здесь? Я просто с детства не люблю скрипку. У меня такое впечатление, что ты придешь и скажешь, что ты с детства терпеть не можешь петь. А что, у тебя было сильное сотрясение мозга? Да, сильное. Ты сколько лежала в больнице? Три недели. Я неделю лежала в реанимации, а потом в палате. А неделю в реанимации? А сколько в палате? Четыре дня в реанимации, потом меня перевели в легкую реанимацию, а две недели в палате. Ну, спишь ты сейчас достаточно? Сплю, да. Ну, а вообще, когда ты собираешься начинать действовать? Скажем, козленком, когда ты можешь быть? Ну, козленком могу быть. А этой мимишей? Могу. Ну, как же я тебя вывезу в Америку, когда ты не можешь петь? Хотя бы месяц оклематься, Наталья Ильича. Хотя бы месяц. Через месяц отпуск. Я. Остался один спектакль часа. Ну, что делать? Ну, а что мне делать, Илья Борисович? У меня, вы не представляете, я... Меня вот выписали, просто не имею права меня больше на больничном держать. А у меня еще сто уколов впереди. Сто уколов. Потому что у меня осложнение на ноги и на шею. Потому что у меня нерв задет. И глаз у меня правый. Нервный тихо. Ты знаешь, я бы хотел иметь такие глаза. Давай меняться. Хорошо. Ну-ка встань. Сто уколов сделать надо. Сто уколов? Сто уколов сделали, и сто уколов еще сделать. Ты у ветеринара лечишься? Нет. Я думаю, это коров только до этого стола было. Ну, что делать? Чтобы осложнений не было. Потому что у меня шея растянута была на 4 сантиметра. Да это не шея. Там называется вертубрально-базиллярный бассейн. Может быть. А у меня вместо этого бассейна лужа. У тебя, очевидно, тоже. Но я вижу, что ты действительно нездорова. Но что делать, я не знаю. Она, наверное, не сможет исчезнуть. Потому что при уколах тэдуксена сосредоточиться для такой большой роли. Очень трудно. Но мы оставим этот вопрос открытым. Ты поправляйся, не волнуйся. Тебе относятся хорошо. Но старайся набираться духу. Ты молода. Жизнь надо завоевывать. Без своей воли ничего не получится. Внушай себе. Я здорово. Я поправляюсь. Все, что было плохого, прошло. Ладно? Вот завтра спевка по часам, потом мы еще вернемся. На спевке все, пожалуйста, приходи, все делай. Потому что надо саму себя расшевеливать. От того, что после этих болезней самое плохое, это поверить, что ты уже ничего не можешь. И тогда действительно пропадает вместе с волей и возможность что-нибудь действовать. Ну, хорошо идти. Так, ладно. Она действительно больна. И потом не делайте и брови. Ну, как сейчас я чувствую? Ничего. Если начнем голову окружиться, ты принимай вот эту штуку. Я любила спецмологию. Это колоссальное средство. Единственное. А я после этого несчастной должна была вечером работать, на следующий день с утра работать. Я так и хожу, держусь. Я даже вышла говорить ступидное слово. В филармонию я не могла стоять. Я вызвала человека, стояла, вот так держалась и говорила. Ну, ни пира ни пугу, говори к черту. К черту, к черту, к черту. В нашем театре как-то три театра. Конечно, в разном возрасте. Ваши вкусы, ваше понимание жизни несколько различно. И вот у нас есть спектакли, посвященные ребятам от шести до восьми до девяти лет. Есть спектакли, которые мы адресуем слушателям и зрителям от девяти до тринадцати, четырнадцати. И, наконец, есть такие, которые адресованы юношам и девушкам. Ты разволнуешься, я тебе все подниму. Да как вы разволнуешься, я спокойно, как танк. Нет, ты нормально, мне надо быть. Да ну белая, вообще белая. И губы сразу пропадают. Я же страшная какая-то сразу. Белая вся. Не, я так не могу. Мадам Батерслайн, та опера, которую мы показываем сегодня. Так хочется избавить вас от тех иногда случайных быстрых выводов. Вот уже пришла любовь. Умейте любить любовь. Умейте понимать все то чувство ответственности, которое, это великое слово, любовь, заставляет вас чувствовать всегда. Спектакль сегодня занятый. Ой, Саша, я хочу сказать, что ты не можешь нас затянула. Я прям на своем. Саша, я хочу сказать, что ты не можешь нас затянуть. Саша, я хочу сказать, что ты не можешь нас затянуть. Саша, я хочу сказать, что ты не можешь нас затянуть. Саша, я хочу сказать, что ты не можешь нас затянуть. Саша, я хочу сказать, что ты не можешь нас затянуть. ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 Браво! Это японка, которая всегда приглашает нас приехать назад в Японию. Мы там играли не только Петю Волкну и Красную Шапочку, еще некоторые спектакли. И получили от общества Минон вот эту замечательную доску, где написано, что гастроли нашего театра вызвали у детей большую мечту и надежду. Вот что это значит, мечтой надежды? На театр делать вещи? Как это что значит? Мечту в жизни, Наташа. А надежду на что? Ну подождите, ну зачем все в жизни расшифровывать? А, ну тогда что где? Так вы еще хотите считальную машину подставлять под слово надежды? Почему я должна лишить вас счастливого права довоображать то, что здесь написано? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok